Геннадий Тихонович, в советское время мы часто были свидетелем у памятников воинов наличия звезды, из которой вырывается так называемый вечный огонь. Ну, туда поделён был газ, и горела она, это как комфорта. Вот что собой представляет этот вечный огонь? И что это за символ этого вечного огня? Откуда его корни? Оно прямо из-под земли вырывается. Не адское ли это пламя, этот вечный огонь? Что это такое? Не знаю, что это хлопнуло. Смотри, не перегревай. Да нет, вроде. Там много наложили в прошлый раз, весь огонь сюда даже пошёл. Слово Божие об этом говорит. 25 глава Евангелия от Мафея и Сии пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Слово «вечность» означает бесконечность. И так церковь учила всегда. Начало будет, а конца никогда, никогда, никогда не будет. Я с детства это знал, вот такие вот ещё. И меня это подвигло искать Бога от страха. Страх наказания. О чём говорит Игнатий Бричининов. Если ты не испытал страха, а я просто полюбил Христа, пришёл, то ничего у тебя ещё нету. Начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона 1.7. Начало. И вот пропел Солосифов. И он говорит, а она, мука эта не вечная будет. А другие сказали, а она так вспыхнет человек, как Солома. У Малахии написано, Адвентисты 7 дня. Иеговисты говорят, и ничего не будет. То есть, не верь, блуди, а ничего не будет. Просто ты, как кошка, уничтожишься, как таракан. Никита, а кто там дверь открыл, Настяш? Дверь на петлях шатается. Ты, по-моему, был. Где? Проверь. На веранде. Сейчас работаю. Ну, на то, что вечность, чётко и ясно говорится, 20 глава, 10 стих Откровения Анна Богослова. И будут мучиться вечно день и ночь. Во веки веков. Это единственное место, которое я знаю, очень трудно понимать по-другому. А слово вечно имеет многозначимость. Вот он, Осипов на этом и застаивает. Если, допустим, человек полюбил рабыню, работал на одном участке с ней, и хозяин говорит, да, да, она говорит, а рабыня, ну, я с ней буду рабом. Тогда он должен подвести его к косяку или к двери, и шилом проколоть ухо, и будет рабом вечно. Слово вечно что? Воскресе ты там рабом будет? Нет, конечно. То есть, слово «вечно» означает, в этом веке ты живешь. Но «вечно» написано. Притом, это слово «вечно» в таком плане встречается не единожды. В пользу того, что говорит Осипов, это смысл. Зачем? Сейчас смущение? Понятно, чтобы человек образумился, покаялся, обратился. Зачем тогда, когда нет изменений никакого, ни покаяния, ничего нету? А если покаяться, это значит, честилище католическое, тогда нам надо принять это, что, как говорил Ориген, пройдет время, и сатана в мучениях очистится, и все во всем будет Бог. Заванчиво. Бесы покаятся, сатана покаятся, и будет полная гармония. Но Библия так не учит. Но вопрос стоит «зачем?». На это «зачем?» никто ответить не может. А Осипов, он отвечает именно так, как понимают католики. Он окатоличный, и нужно сказать, что здесь больше вер дадут, чем другому. Зачем? Ну, «вечно» означает «долгое», может быть, тысячу лет. А там время по-другому. Один болел какой-то и стал роптать. Да лучше бы вечно в огне мучиться, чем так болеть. У меня такие камни выходят через мочеточник, разрывают меня. Я как в огне горю. И ангел услышал. И прервал жизнь. И вот проходит день, два, сутки, сто лет, тысячу лет. И он взмолился. То есть ангел сказал, «Один день в аду, или будешь мучиться еще десять лет». Он говорит, «Один день в аду». Этот день идет, и он говорит, «Ангел обманул меня». Конца нету, тогда ангел осеял свет. Ангел ввелся и говорит, «Зачем ропчешь-то?» Прошло еще только три часа. А они ему показались вечностью. Это разговор, легенда, но очень похожа. Там другое исчисление идет. И поэтому Осипов говорил от ума, не по Писанию. И его сильно-то ругать не надо. Монахи говорят по Писанию, без ума. Вот это вся разница. А ты как думаешь? Искушение большое. Если я скажу, что я согласен с оригеном, скажет оригенист. А церковь и учения не приняла, там, придала анапими или как. Это еще надо разбираться. Но смысла в мучениях нет. Никакого. Человек кается тысячу лет, миллион, миллиард. Богу это надо? Конечно, нет. И исправления нет. Почему? Демоны говорили, зачем пришел раньше времени мучить нас? Прежде времени. То есть они знали слово «время», а относятся и к преисподней. Тебе не надо сейчас закрывать? Нет. Ты туда дай еще огонь. Покажи, как он гаснет. Хорошо снимай. Опустить на колени. Свод покажи, уже гаснет. Убрать, может, надо это? Нет. Не надо. Видать? Да. Делай на полный экран. Вот слово «вечность». Я, например, всегда верил, что он вечно никогда не скончаемый. И это дало такой толчок, что я стал искать и нашел Христа. И думаю, что так и должны все понимать. А что означает «вечность» и «вечность» – это знает Бог, а не нам гадать. Но это удерживает от греха. Узда очень крепкая. Узда. Почему? Религия узда для масс крупская говорила. А в религии, как они понимают, это страх мучений. Если ты пришел, не испытав мучения, не страха Божия, Игнатий Причину говорит «начни сначала». Много об этом говорит Пимен Великий. Когда спрашивали, где ты будешь, а там, где дьявол. Вот они играли этим, они любили играть. Как Зосима говорит в «Братьях Карамазова» и Достоевского. Я вот сижу, и всего пропекло. А уже погасло. И вот, смотри, больше метра только до плиты, плита, там еще под больше метра. И огонь уже гаснет. И только излучение. Вот она в трубу уходит, огонь-то. На меня он не идет. Так что советую всем верить, как написано, в вечность. И благодарить Бога, что Он нас от этого избавил. А с царствием его же есть конца. Если царствия нет конца, то мука вечная и радость вечная в одном стихе, слово вечное. И в одном, если понимать так, в другом по-другому, не знаю. То есть, этот вопрос глаз не видел, уха не слышал. Если там не видел, не слышал, то и там не видел, не слышал. Этого, не знаю, что приготовил Бог, любящим его и не любящим его. Так, когда Иосифова книги стали сжечь, эти диски сжечь, в этом был смысл. Потому что у людей отнять страх Божий, сдержать все незачем. Все остальные вопросы пока отставить. Все. Геннадий Николаевич, вот я когда бывал в Пачаевской лавре, то там священники никогда не принимали записки об упокоении умерших, которые не были православными. Никогда не принимали. Сырку не молятся за них. Давай-ка. А вот эту? Тесто стало подниматься. А может опрокинуть его туда? Да нет, да нет, ладно. Нет, оно поплывет через край. Тогда в другое место его переношу. Ну, другой таз надо, в красный. Ну, не принимают, правильно и делают. Зачем принимать, он в это не верил. Но есть такие, которые были, скажем так, плохими христианами. Там много хороших. Вот есть такое, сбежавшее из ада. Он был хороший человек. Он говорит, а тут у нас в аду много хороших человеков. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Вот так. А неверующие не увидят жизни. Все миллиарды мусульман попадают по вторую половину стиха. Евангелие от Яна 3.36. И 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени, которым надежало бы нам спастись. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь. 1 Яна 1.7. Они в это не верят. И поэтому сегодня католичка спрашивает людей неверующих, ну верующих по-своему, не христиан, а буду ли я в раю или в аду. Что он скажет тебе? Он ведет себя хуже язычника. Только умеет горло резать. Четыре жены это не блуд, ему ничего нет. То есть там ничего нет божественного, такого схожего с христианством. Когда здесь взгляд судится. А у них так. Развелась жена. Ушла. К мужу вернуться может только тогда, когда прокладка будет. Чтобы вышла за другого, а там развелась и да вернулась. А у нас у Иеремии написано в третьей главе. Если она вышла замуж, разведясь, может ли вернуться? Нет, развратится вся земля. То есть абсолютно противоположно. А все, что не по слову Божию, аннафима. Аннафима всем миллиардам людей, которые были на земле. Независимо от названия религии. Независимо. Кто они? Мусульмане, буддисты, язычники. Евангелие, откровение. Спустя шесть столетий приходит человек какой-то. А араб и говорит, все неправильно. Там ошибки внесены. Там придумали. А он говорит, правильно. По наслышке. По-еврейски ни слова не понимал. Только слышал. Ну, он женился на торговке. И поэтому много ездил. Любопытный. Любознательный, так сказать. И ссылаться на то, что он сказал. Что ему какой-то дух в пещере нашептал. Христианка спрашивает. Они верят, это их выбор. Суд Божий покажет, кто. Для них это священное. А для нас это ересь. Ересь погибельная. Что без Христа можно было спастись. Независимо от названия. Независимо. Потому что тысячи разных вер. А вера спасительная только та, которую нам оставил Христос. И во свете Библии, мы видим, без Христа нет жизни. И еще. Вот написано, что за гробом нет покаяния. То есть, человек пока живой, может изменить свое отношение к жизни, поведение. А когда уже умолет, уже ничего не сможет сделать. Он уже, так сказать, там, что заслужил. И вот наши молитвы об этих умерших. Наши подаяния, милости об упокоении усопших. Вот они. Какое влияние во свете Библии, во свете канонов церкви, жителей святых имеют? Вот эти вот панихиды наши, об умерших. В плане облегчения их участи. Ведь рассказываются в видении святых такие явления, что вот молились за умершего, который в ад попал. Уже знают, что в ад попал. Ну, по делам, видимо, по своим. И вот после молитвы, после подаяния, после панихиды, видят, что его участь в этом аду как бы облегчилась. А то он там, может быть, на огне горел, а теперь просто на сковородке сидит. Ну, я образно говорю. Ну, и потом вылез, рядом кружка, рядом вода, он уже напился, уже вышел, пошел играть. Я считал эти все басни. Это все басни. Что нам дает? Того глаз не видел, уха не слышала. Но это дает облегчение родственникам, надеяться. То есть ложное. За верующих написано, помяни раба твоего. А он рабом не был. Молитва-то обманная. За верующих есть польза. Непрерывность нашей любви. Мы не верим, чтобы со смертью все прекращалось. Человек живой душою. И мы молимся. А он в это не попадает. Он идет к Господу. Господь крови своей очищил его. Попадает в другое место. И поэтому учатся его. Какая польза от молитвы. Я молился и буду молиться за родителей. За родных и близких. За тех, которые умерли во Христе. А которые умерли вообще не верующие. Ничего и нет. У нас мэр города погиб. В Барнауле. А он много для меня сделал. Мэр Баварин. Мэр непростой. Входил в десятку лучших мэров России. Я стал названивать. И находясь зазвонился до главного редактора губернской газеты нашей. Алтайская правда. Шепчу Кольга Николаевна. И она сказала. Владимир Николаевич верил. Он был партором когда-то. А потом изменилось все. Моторного завода. А теперь стал мэр города. Очень интересный человек. Ну и в автокатастрофе он погиб. Я когда узнал это все. Он говорит. Есть снимки остались. Когда он крестит ребенка. Воспринимает у Золотухина Валерия Сергеевича. Я встал и помолился. И в конце сказал. Господи. Если не угодно твоя молитва. Прости меня. Если не угодно. Так сестра Мария пришла к оптинскому старцу Амросию. И стала его, говорят, спрашивать разрешение. Она была вроде инохине или монахине. Молиться за него. Он говорит. В церкви нельзя. Он отрекся от нее. А в домашней келейной молитве можешь молиться. А уж польза. Тебе польза. Любовь непредкократилась. Ты молишься. Ну и все на этом. Нам зачем знать. Церковь постановила. Мы молимся. Но только за рабов. А иначе стали отпевать Брежнева в церкви. В то время, как жена его, Виктория, она дала указание, чтобы отпевали. Генеральный секретарь Коммунистической партии. Четырежный герой социалистического. Герой Советского Союза. То есть орденоносит всех возможных и невозможных орденов. Медали и значков. У него не было только одного папуаса. Кольцо в носу. Вот этого не было. Ну, Бог на это не смотрит. А где он? Да Бог его знает. Мне зачем думать. Я должен быть готов к каждую минуту встречи со Христом. Отрицать за упокойные молитвы не надо. Церковь установила, за этим есть. Что? Иоанн Златоуст в пятом томе говорит. И много помогает наша милостыня. А кому помогает? Тех, кого кормим, в первую очередь помогает. Это живые. Мы даже живые. Ну и кто-то как-то, что-то ходатаями делается. И они примут в обители небесное. Почему? Когда человек молод и милостыню делает, в достатке живет здоровый, это, говорит, как золотое. А когда уже при смерти, уже эти же 100 рублей, как серебряное. А если только наказал и другие сделали, все равно это его милостынь и из его денег. Но как медь медная. То есть вот такие мысли есть. Поэтому при жизни твоей раздай имение твое и помоги нуждающимся. Я дальше посмотрел, у котенка нет ничего, кроме что-то там засохшее. Все время, каждый день давать ему отдельно молока и закрывать. Я попутно. Потому что праведник милый тискоты своя. Вот весь ответ. И еще. Господь не хочет смерти никакого грешника. Вообще не хочет смерти людей. И поэтому пришел к спасти их. В том числе ценой своей собственной жизни земной. И поэтому мы молимся за тех людей, которые не являются православными, являются другого из первоисповедания. Но мы знаем, что через этих людей, особенно облеченных властью, принимаются многие решения. И нам, конечно, христианам, чтобы жить в мире и житии, в благочестии и чистоте, нужно молиться за таких людей, чтобы они не были орудиями темных сил. И не принимали решения, которые приводят людей к горе. Ну, хотя Господь попускает это событие за наши грехи. И так получилось, что один наш священник знал, что я вписал в помяник имя человека, который является православным. Например, Эрдогана, турецкого президента. Чтобы он, как сосед России и нашей Украины, не принимал решения, которые вели бы к усилию каких-то негативных явлений. В том числе и в нашем Донбассе, где война идет. Ведь много сейчас туда стеклось людей с криминальным прошлым, которые негативно настроены к России по разным причинам. В том числе и те, которые с Сирии возвращаются, потому что там термят фиаско. И они возвращаются на те позиции боевые, которые имеются у нас в Донбассе. И, конечно, это многое зависит от позиции сам президента Эрдогана. Как он будет ставить преграды на пути этого потока. Потока террористов в Украину, которые могли бы, так сказать, дальше продолжать братоубийственную войну в нашем Донбассе. И вот я этого президента, не только я, внес в список помянник о том, чтобы Господь вразумлял его. И давал ему такие указания, которые вели бы к процветанию народа, а не к войнам и так далее. И вот меня за это священие постудил. Как мы можем молиться за людей, которые не православные? Об этом послании Кемофея апостол Павел пишет. Молитесь за царей и за начальствующих. Все. Молитесь. В то время царей верующих православных вообще не было. В то время, это означает и на сегодня. Писание не на один день дано. Священник не знает Писания, и ты с ним больше не разговаривай. Молись. Мы молимся. Амана Тулеева, Рамзана Кадырова, все поминаем. От них многое зависит. Чтоб дал Бог им всем самим покаяние, и чтобы они не погибли для вечности. Признали Христа. Я книги подарил Рамзану Кадырову и Лукашенко Александру. У меня благодарность от них есть. В Киеве у вас, в парламентской библиотеке, в центральных городах. Есть мои книги, я туда отнес. Это в Одессе, Николаеве, Харькове. Там везде есть. Нас очень хорошо приняли везде. Это до Смуты, еще до Майдана. А на следующий год уже был Майдан. Ну и он ничего не понимает священник. Отойди от него. Мы обязаны молиться. Просто обязаны. А как же они молились за Сталина, уже умершего? Патриарх Алексей Первый. Там расстилается ты. Такая нравственная сила ушла. Нравственно. Сто миллионов зверюга сожрал. Вот и все. Спасибо, Христос, Игорь Николаевич, за ваше время, которое вы уделили моей скромной персоне. Во славу Божию. Огонь. Вот погас ты сейчас. Через сколько будем вставлять? Сейчас я разровняю еще чуть-чуть. Все. Не пожги. Все? И потом будет туда загружаться форма с хлебом, да? С тестом.